Сегодня, 12 января, российская прокуратура отметит 300-летие со дня основания. Для надзорных органов 2022 год юбилейный. Прокуратура России была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I о должности генерал-прокурора. К этой дате, к слову, будут приурочены праздничные мероприятия по всей стране. И сегодня в прямом эфире у нас есть возможность поговорить с прокурором города Березники. К нам на вечерний эфир пришел прокурор города, старший советник юстиции Нияс Фердависович Мусабиров. Приветствую вас и рады видеть в нашей студии. Конечно же, поздравляю вас с профессиональным праздником. И расскажите, пожалуйста, как проходит праздничный день для вас и для ваших коллег. Добрый вечер. Сегодняшний день у нас прошел как обычный. Вечером, естественно, мы соберемся с коллективом в узком кругу. И обязательно скажем друг другу теплые слова и поздравим с профессиональным праздником. Нияс Фердависович, если говорить о профессиональных успехах и достижениях вас и ваших коллег, что особенно вы бы отметили и чем гордитесь, скажем, за последний год? Если говорить о результатах работы за истекший год, они, как и ранее, остались на стабильно высоком уровне. В прокуратуре города было выявлено более 4500 нарушений, которые благодаря нашему вмешательству были устранены. Было оспорено более 150 незаконных правовых актов. По фактам нарушения выявленных внесено более 450 представлений. Обратились более 250 исков, направленные прокуратурой в суд. По результатам рассмотрения актов реагирования наложено штрафов более 2 миллионов. Погашено задолженность по заработной плате на сумму более 8 миллионов рублей. Благодарю вас за ответ. Нам очень интересно, с какими вопросами в основном обращаются жители города Березники и что беспокоит за последний год? Как правило, наши горожане обращаются с вопросами по нарушенным правам в сфере трудовых прав, в сфере жилищных прав. В частности, очень много обращений по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также есть значительное количество обращений в сфере принудительного исполнения судебных решений. Есфер Довисович, расскажите о самых резонансных делах за прошедший год, в которых принимали участие сотрудники прокуратуры. Наиболее, наверное, запоминающимся делом является дело по результатам проверки в органах социальной защиты, когда нами было установлено, что должностное лицо органа социальной защиты вместо того, чтобы защищать права несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без попечения родителей, решила воспользоваться данной ситуацией и заработать денег. Данное лицо составляло подложенные документы об оказании услуг приемного родителя, и, соответственно, таким образом были нарушены права несовершеннолетнего. В первую очередь вы работаете с горожанами, решаете их, конечно же, проблемы. Скажите, может, в этот день вы что-то им важное хотели бы сказать? Может быть, в какой-то момент необходимо идти в прокуратуру? В какой именно нужно идти в прокуратуру? И какие обстоятельства, ну, точно терпеть уже нельзя? Ну, хотелось бы сказать, что наши двери для горожан всегда открыты. Я считаю, когда горожане с вами чувствуют, что их права нарушены, то не стоит откладывать данный вопрос на длительный ящик, надо сразу обращаться к нам. Что ж, Ниас Фердависович, благодарю вас за интересный разговор. В завершение вы можете поздравить своих коллег, я думаю, что им будет приятно. Я хотел бы поздравить с профессиональным праздником наших ветеранов, поблагодарить их за неоценимый труд, пожелать им крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил и оптимизма. Также хочется поблагодарить и действующих работников органов прокуратуры и поблагодарить их за нелегкий труд, с которым они сталкиваются ежедневно. Также им пожелать крепкого здоровья и успехов в работе и в семье. А я напоминаю, что к нам на вечерний эфир сегодня пришел прокурор города, старший советник юстиции Ниас Фердависович Мусабиров.